Добрый день, в эфире на Антопан на русском. Гость программы Леву Халатян, старший партнер консалтинговой компании. И говорить мы сегодня будем об экономике преимущественно. Добрый день, господин Халатян. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. И первый вопрос такой, точнее у меня три вопроса. Я в Армении объявлена о 10 с хвостиком процентах роста ВВП за первое полугодие нынешнего года. И три моих вопроса. Насколько реальна эта цифра, на что это может отразиться и результатом чего это может являться? Да, рост на днях объявили, что у нас больше чем 10 процентов роста ВВП. Насколько это реально? Я думаю, что это реально. Реально, потому что мы видим, что растет потребление. Растет потребление, растут цены. И растет в принципе экономика. Не вся, но она растет. Результатом чего? Смотрите, глобально этот рост может возникает не на фундаментальных основаниях, а у нас есть рост потребления, который происходит из нескольких факторов. Первое, это приезд в 2022 году множества репатриантов, то есть релакантов в Армению. Люди, которые несколько десятков тысяч, которые тратят здесь деньги, получают зарплату. Из-за этого поднимаются цены, поднимаются предложения, аренды, рестораны, продуктовые магазины и так далее. То есть возникает какой-то пласт спектр услуг, которого раньше не было. То есть они сами это все делают или пользуются услугами тех компаний, которые были здесь, которые расширяют свое присутствие на рынке. Это первое. Потому что эти люди должны чем-то, несколько десятков тысяч, а преимущественно в Ереване, это большая сумма. Второе, второй драйвер, это строительство, насколько я знаю. У меня нет точных данных, насколько оно выросло. Но если сравнивать с прошлым годом, объемы строительства выросли. Объемы строительства не только выросли по количеству, но еще и суммарно. Потому что цены на строящееся жилье, они выросли минимум процентов на 30 по сравнению с январем прошлого года. Второе. Третье, это само потребление в Армении, которое растет. Потребление, я не могу судить о его качестве. Может, это идет просто на еду и на какие-то примитивные услуги. Но потребление растет, потому что ВВП считается номинально. То есть, раньше был 1 доллар, сейчас 1 доллар и 10 центов. А ВВП растет номинально. То есть, если у нас цены выросли, оставим вопрос об инфляции в стороне. Если цены выросли, значит вырос и ВВП. То есть, у нас есть рост цен. Это ясно. По сравнению с 2022 годом, первым полугодием, у нас есть значительный рост цен. На продукты питания, на услуги, на бензин, на все. То есть, это потребление, которое количественно, если не уменьшается, если количественно держать, то же самое потребление. Мы потребляем 100 литров бензина по 400 драм, завтра потребляем 100 литров бензина по 520 драм, значит, у нас есть рост ВВП. Я не могу назвать это качественным ростом, потому что ростом назвать могу, но развитием нет. Тут есть и вопрос качественности роста, и во-вторых, вопрос, насколько это будет долго длиться. Сможет сохранить правительство. Смотрите, вот да, это очень хороший вопрос. Экономисты смогут сохранить этот показатель. Потому что те факторы, которые вызвали этот рост, они не контролируются правительством. Это не результат экономической политики. Они не могут это держать, попридержать, или развить еще. Вопрос, это результат, вы сказали, да, это релаканты, репатрианты и так далее. Но можно ли считать, что это также результат правильной экономики? Ладно, правильной оставим, оценку оставим. Можно. Экономической политики? Можно. Но насчет экономической политики я бы поспорил, потому что в прошлых выступлениях я тоже сказал, что экономической политики у нашего правительства не было лет 30. Мы можем сказать, что это результат действий нашего правительства. Например. Например. Сказали, вот по 50 тысяч релакантов, давайте приезжайте, мы вам всем дадим право работать, живите сколько хотите, у вас будут те же самые права, которые есть у армянских граждан. Хотите видножительство, пожалуйста, хотите право на работу, пожалуйста, хотите купить квартиру, пожалуйста, хотите купить сельскохозяйственные земли, пожалуйста, что хотите, делайте. У вас права все, как у граждан Армении, за исключением избирательного. Все. То есть это результат действий нашей власти. То есть можно сказать, что это результат действий. То же самое строительство. Бесконтрольное строительство. Бесконтрольное строительство. Что значит бесконтрольное? Бесконтрольное. Контроль это то, что нужно строить там и столько, сколько это нужно. А для этого нужно делать расчет и понимать, нам нужно столько, нам нужно тысяча высоток новых в Ереване. Да или нет. А никого это не интересует. Тысяча высоток, там считают, это 70 тысяч квартир. 70 тысяч квартир, это вот столько цемента, столько бетона, столько арматуры, значит, у нас будет какое-то потребление. А вот люди, например, будут это все покупать. Куча людей покупает с армянским происхождением из Москвы, из Америки. Просто покупают здесь квартиры, не живут здесь и так далее. Это один. Некоторые люди покупают в кредит по финансированию ипотечных кредитов нашего правительства, которые возвращают им. Это не важно. Важно, что спрос есть. Спрос есть, но насколько качественный этот спрос? Хотим ли мы продавать 20-30 тысяч квартир, которые будут пустовать? Первый вопрос. У меня есть ответ, но как думают они? Ну, не совсем пустовать. Сейчас они сдают. Смотрите, покупать квартиры, чтобы сдавать. Если у нас в Аване уже почти тысячи долларов квартира в Аване, которую дают релакантам, это серьезная цифра. Это нездоровые цифры. Да, это совершенно нездоровые. Это нездоровые цифры. Они не могут развивать нашу страну. Если это кому-то удобно, если это удобно диаспоре, чтобы покупать здесь дом, если это удобно релаканту, чтобы здесь снимать, это неудобно Армении для ее хотя бы среднесрочного развития. Мы говорим об этом. Потому что тысяча высоток, на которые есть разрешение, которое строится, нашему городу не нужны. Потому что на тысячу высоток приходится ноль новых школ, ноль новых детсадов, ноль поликлиник, ноль библиотек, ноль бассейнов. Так что это нельзя считать устойчивым ростом. Это просто строительство бетонных коробок, как это было во время кризиса и в Штатах, и в Испании. Сейчас там есть целые поселки, которые просто не заселены. Хорошо. На первый вопрос, результатом чего может считаться, вы назвали причину... Действий, не политики. Действий. Действий. И вместе с тем мы отметили, что это может носить временный характер. Потому что оно не основано на каких-то сильных экономических... Фундаментальных, фундаментальных факторах. Не на фундамента. Нет там. Нет. Там ситуативная ситуация. Хорошо. Второе, насколько реально, ставим под сомнение эту цифру или принимаем. Не ставлю. 10% нормальный. Принимаем. Учитывая 22-й год, первые 6 месяцев, тогда начали приезжать, сейчас это нормально. И на что это может отразиться? То есть хотя бы, если даже временно, это может дать толчок к чему-то. Может быть, производство начнется. Могло бы. Может быть, что? Могло бы. Смотрите, если есть временный рост, временный приток денег, тут уже появляется вопрос, как с этим грамотно распорядиться. То есть человек может просто пойти в ресторан, все это там потратить, в казино и так далее. У него ничего не останется. А умный человек инвестирует часть этих денег, чтобы оно приносило доход и в будущем. А для этого нужен, во-первых, четкое видение того, что делать. И второе, та самая экономическая политика. Вот нам сейчас привалило много денег. Что мы делаем? Как мы закладываем фундамент долгосрочного развития, не роста, развития? Как мы будем развиваться? Вот нам подфартило. Нам вот пришло несколько миллиардов долларов. Те, которые мы не ждали, мы не заслужили, мы не заработали. Они просто пришли. Как мы будем закладывать фундамент? Вы профессиональный консультант. Да. К вам приходят разные люди за консультацией. Изменилось ли что-то? Изменились ли ваши партнеры? С какими-то новыми интересными фирмами, бизнесами вы начали работать? Я это связываю с тем, что вот у людей появились деньги. С новыми. Люди вкладывают куда-то, начинается у них какой-то бизнес, и они приходят к вам за консультацией. Я вот эту цепочку просто хочу. Я работаю в этой области 25 лет. И могу сказать, что да, изменилось, но некачественно. Потому что люди, которые приходят, и все их проекты новые основаны только на потреблении. Только на потреблении. Не на инвестировании, а на потреблении. Потому что инвестиционный климат, он нехороший. Это я не говорю о том, что пока еще оставим в стороне сконцентрированность экономики, монополизацию и так далее. Даже оставим в стороне, что есть какие-то неформальные институты, которые мешают бизнесу. Оставим это в стороне. У нас в стране очень неравно распределена основная инвестиционная собственность. Я говорю о недвижимости и земле. Все скуплено за копейки в 90-е и в 2000-е. И сейчас они просто стоят. Человек, который хочет открыть тот же самый завод, сталкивается очень высоким порогом начальных инвестиций. Потому что он не может купить ни нормальную землю, ни нормальный бывший советский завод. Потому что человек это приватизировал, например, целый завод за 1000 долларов. И сейчас он просто загнивает, но он не хочет его давать в аренду по нормальной цене или продавать. То есть сфера услуг превалирует? Все сферы потребления. Сфера предложения для потребления. И если мы будем просто основывать этот рост на потреблении, он просто быстро уйдет в песок. Потому что мы производим мало, а то, что потребляется, возится и за границей. Это все, это все. И рестораны, и магазины, и все, все, все. То есть сфера потребления. Сфера потребления, сфера услуг. Процентом соотношения я сферу услуг обозначила. Давайте все-таки IT на высокие технологии посмотрим. Там есть развитие, там есть всплеск, там есть какой-то вот... Всплеск был, но по объективным причинам в этом году он идет на спад по объективным, потому что IT был слишком быстро рос последние годы, сейчас просто идет коррекция. Коррекция, которая приводит к тому, что много людей увольняют. Это нормально, потому что это уже идет качественная коррекция, качественная коррекция остается только те, которые будут создавать... Иностранные уже фирмы. Нормально. Нормально. Это нормальный рынок. Я очень позитивно отношусь, что когда есть рост, потом идет коррекция, люди увольняются, находят тебе новую работу и так далее. Это есть один из столпов экономической теории, когда говорят, что безработица это не всегда плохо. Безработица, нулевая безработица, это ноль развития. Потому что безработица должна быть. Люди ищут новую работу, новые проекты, у них появляются новые идеи. Человек не сидит 30 лет на одном и том же месте, получает зарплату, идет и тратит это на услуги. Ну, текучесть, да, ну это понятно. Нормально. Вопрос в том, что вот у нас идет на потребление. У нас вот потребление привело к тому, что у нас вот импортеры сейчас очень сильно развиваются, развиваются, растут. У них прибыли очень большие, у импортеров. Это и курс доллара, это и импорт. Цены у нас приблизительно, я вот могу сказать, на продукты питания 2-2,5 раза выше, чем в России. На те же самые продукты, российские хотя бы, 2,5 раза. Это уже ненормально. Это уже ненормально. При каком соотношении зарплат? Ну, я могу сказать, что у нас точно не выше, чем в России. В Ереване точно не выше, чем в Москве. Ну, человек в Москве может покупать, например, пачку макарон за условные 300 драм, а у нас эта пачка макарон стоит 750. Это не 2,5 раза больше, это ненормально. То есть этот рост приводит к тому, что мы накручиваем инфляцию, накручиваем цены. И сейчас у нас уже получается разрыв зарплат. Рынок труда тоже оторвался от реальности. Потому что на любые услуги есть очень большие запросы. На любую должность есть очень большие запросы, которые не могут никак коррелироваться с нормальным течением бизнеса. Так что, поэтому, говорю, это временно. Когда это все сядет, будет очень больно. Когда это все просто. Будет это или кризис, или что-то другое, но люди просто, будет существенная коррекция. И зарплат, и цен. Если назвали слово кризис, давайте посмотрим, откуда он может, из какого направления. А кризис не обязательно должен возникать от внешнего воздействия какого-нибудь. Потому что, если это пузырь, он рано или поздно лопнет. Пузырь ли? Пузырь. Пузырь. В серии недвижимости точно пузырь. Это мое личное мнение. Если меня спрашивают как консультанты, я всегда это говорю. Но вопрос в том, что все это может склопнуться под собственной тяжестью. Потому что терпеть долго вот такие высокие цены больше, чем два раза в среднем по нашим соседям. Больше, чем два раза. Цены выше, чем в Грузии. Цены выше, чем в России. Но уровень жизни точно уже невысок настолько, чтобы платить это. И прожиточный минимум у нас слишком вырос. Зарплаты не так выросли. Но в некоторых областях зарплаты просто астрономические. Так что это неравенство, это диссонанс. Оно не может. Природа не терпит такого неравенства. Рано или поздно это придет движение. И все утрясывается. И некоторые всякие эти элементы, они просто сильно упадут. В этом случае мы просто увидим эту коррекцию. Коррекция должна была быть регулируемой. Не допустить такого роста, чтобы потом не было кризиса. Вот давайте посмотрим пример. Вот я скептик. Я могу сказать, что я пессимист по поводу недвижимости. Это пузырь, и он лопнет. Но когда вот это все упадет, что будет делать наше правительство? Потому что кризис, он в первую очередь накажет жадных. Жадных. Жадных людей, которые покупали квартиры, которые им не нужны и не по карману. Жадных банкиров, жадных застройщиков и так далее, которые строили непонятно что. Но в этом случае, когда будет кризис, люди выйдут на улицу и скажут, а почему у нас кризис? Мы не можем обслуживать наши дома. Я вот покупал, чтобы сдавать в аренду, а в аренду уже подешевело. Давайте мне что-то. И наше правительство начнет за счет наших денег налогоплательщиков субсидировать строителей, банки и давать проценты каким-то людям, которые этого не заслуживают. Вот я вижу, кризис это мог бы оздоровить. Но так как у нас нет нормальной экономической политики, что люди должны сами нести ответственность за свои действия. Наше государство начнет финансировать уже их. То есть я делаю ставку, я веду бизнес, я прогораю, потому что я жадный. А потом правительство мне помогает покрывать свои убытки. Это мой прогноз, который мне очень не нравится. Хорошо, вот вы говорите лопнет, вы говорите кризис, давайте попроще, чтобы понятно было о чем речь. Люди по ипотеке берут, ну стандартно, да, по ипотеке берут квартиру, недвижимость и не оплачивают эту ипотеку, да? Да, могут. Потому что, вот смотрите, я знаю людей, которые покупают на квартиры в новостройках, на этапе котлована покупают, не знаю, там 800 долларов, чтобы потом, когда будет все достроено, продать за 1500 или за 2000. Это первая группа. Вторая группа говорит, я вот куплю себе дом, квартиру и буду ее сдавать, потому что цены очень высокие. Я посчитал, мне аренда позволит оплачивать ипотеку. Каждый строит, они экономические модели, но эти экономические модели могут работать только тогда, когда цены будут расти бесконечно. А что, если никто у вас за 2000 долларов не купит? Это первая тема. Еще откуда может кризис прийти? Придет точка какая-то кипения, когда вот эти цены, они уже не смогут люди себе позволить. Потому что уже много людей, туристов в этом году, например, говорят, что в Ереване астрономически дороже. А что, наверное, народ покупает, если вы видите, все магазины полные и продуктами полные, людьми полные. Это не мгновенный процесс. Это вот придет какой-то момент, когда уменьшится и туристический бум, и инвестирование, и люди, которые хотят покупать диск. Но покупают не только же туристы. Туристы платят официантке, а официантка покупает дом. Да. Вы опять все связываете, все завязано на этих... Потреблении. Нет, не только на потреблении, да, на потреблении. Но вы все завязываете все же опять на тех, кто приехали. На внешний фактор. Большая часть, да. Да. И на вопрос, на что это отразится высокий ВВП, рост ВВП, давайте еще раз просто сформулируем. Мы просто заработаем и потратим, растолстеем немножко, попробуем какие-то разные вкусности и все. А дальше? Хорошо. Мы должны строить это, инвестировать в инфраструктуру очень сильно и уже очень давно. Но мы этого не делаем. Потому что мы должны строить дороги, водохранилища, мы должны строить такие вещи, чтобы обеспечить сельское хозяйство, обеспечить энергию, обеспечить транспорт нормальный. В этом случае мы должны инвестировать именно в это, я просто не говорю уже о военных вопросах, это оставим в стороне, но мы должны в это инвестировать. А мы инвестируем в потребление. Дело в том, что вы говорите, мы это государство или частные лица? Все. Но государство имеет власть поступать так, как оно хочет. Оно должно поступать правильно и определять экономическую политику и заставлять людей по-нормальному следовать этой экономической политике, сделать ее привлекательной. Что люди сказали, да, смотрите, правительство нам предлагает очень разумную экономическую политику, оно говорит, я вот рядом с вами, я вам создаю условия, вы давайте работайте, богатейте, а я вам создаю условия, защищаю вашу собственность и так будет 10 лет. Вот я вас убеждаю. Нас никто не убеждает. Нам просто говорят, у нас все хорошо, мы вот заработали, такого никогда не было, вот смотрите, и наши успехи, так что вам ничего не должны объяснять. Такой вопрос, и последний вот из этого цикла. Вы консультант, проконсультируйте, дайте свой совет тому человеку, который в принципе, хотя бы в результате прибывших, да, в результате того, что эти прибывшие оставляют у него деньги, потребление выросло, у него оказалось большое количество, большая сумма денег. Что бы вы посоветовали? Вот вы говорите, он может пойти в ресторан, просадить все деньги или... Или? Или. Ну, об этом мы говорили несколько месяцев назад, что вот человеку с деньгами некуда инвестировать в Армению, это грустно. Человеку с деньгами качественный инвестиционный проект, в принципе, очень трудно найти. Сейчас уж точно. Он покупает недвижимость в Испании, сдает в аренду? Можно. Есть очень много инвестиционных возможностей. То есть не внутри? Не внутри, потому что вкладываться в строительство, которое очень привлекательно, я бы не посоветовал, потому что он уже не успеет. Сейчас все очень уже дорого, и он может просто прогореть. Вкладываться в горно-рудную промышленность я не советую по принципиальным причинам. Это просто не соответствует тому развитию, которое я вижу для Армении. Вкладываться в что-то новое, в хай-тек и так далее, но для этого просто пассивный инвестор не сможет. Он должен быть из этого бизнеса, чтобы понимать суть. А вкладываться в какой-то новый продукт, рынок очень маленький, можно просто прогореть. Хотя сдавать что-то в аренду, это самое легкое, это уже не бизнес, это просто пассивные инвестиции. Вы можете посоветовать сказать, вот поди, поставь теплицы, выращивай то-то или другое. Можно. Давайте, вы вот то, что говорите, это все пессимизм. Себе это оптимистично? Нет, я вот по части пессимизма. Хорошо, это вы хорошо. Да, это у меня получается. Это у вас получается. А вы попробуете что-нибудь хорошее тоже предложить? Нет, смотрите. Но реально, естественно. Нет, смотрите, бизнес это немножко специфичная сфера, чтобы человек мог инвестировать и вести этот бизнес, он должен быть из этого бизнеса. Если человек с миллионами или пятимиллионами долларов и придет сказать, я вот приехал, я хочу инвестировать во что-то, он должен быть как-то квалифицирован в этом. Потому что теплицы сейчас строят все, кому не лень. Но надо же в этом что-то понимать. Швейные предприятия открывают все, кому не лень. Ну, я думаю, что как человек, я должен в этом что-то понимать, чтобы иметь какое-то конкурентное преимущество. Все строят дома. Человек знакомый говорит, я буду строить здания, продавать. Говорит, ты что-то в этом понимаешь? А нормально, там бетон, арматура, здания, что там уметь, что там знать. А покупать акции? Какие? У нас нет фондового рынка в Армении. Давайте это тоже рассмотрим. Ну, нет, у него не было 30 лет, это просто смешно. У нас нет фондового рынка. Так что можно про это забыть. Скажем, какая-то фирма. Я могу сказать, что я посоветовал в последнее время людям, у которых были деньги. Подождите, пока все схлопнется, закупите за дешево кучу всего. Да, вы, наверное, король пессимизма. Не, не король. Не король, не король. В принципе, реализма, реализма. Реализма, понимаете? Потому что то, что я вижу, я родился и вырос в этом городе. Я каждый день смотрю, что здесь происходит. Я помню этот город и в 2000-х, и в 90-х, и в конце 80-х. Я помню, я понимаю, как тогда было, как строился Ереван и чему он должен был служить. Слушаем сравнительный анализ. Служить? Нет, чему должен быть. Нет, мне очень интересно. Ну, смотрите, на носу у нас выборы, очередные выборы Совета города Ереван. Ереванские выборы, они не должны были быть с политической составляющей. Потому что Ереван это хозяйственный субъект, должны были быть споры, битвы каких-то экономических политик, развития социального, системы здравоохранения, образовательного и так далее. Но все это снова перешло в политическую плоскость. Политика, политика, политика. Но никто не говорит по ереванских выборах, очень наглядно, никто не говорит, каким он хочет видеть Ереван. Хорошим, цветущим, розовым. Это не слова. Это красивые слова. Ну да, красивые слова. Что вы хотите для этого города? Город нормальный для жизни? Чтобы я просто мог выйти, нормально дышать с чистым воздухом, гулять с ребенком? Или город какой-то суперактивный для бизнеса, который там все время движется, город никогда не спит, там все работает, люди приезжают, драйвом заряжаются и так далее, и так далее. Третье. Или сделать город каких-то промышленных предприятий. Или сделать силиконовые долины. Можно сказать, как вы это все видите? Ереван был всем, но там было четко все разграничено. Разграничено, потому что промышленные зоны были в промышленной зоне. Это Шенгавит, это Эребуны. Третий участок. Да, третий участок, там все были заводы, там была специальная транспортная инфраструктура, метро шло туда специально, чтобы там работать и так далее. Сейчас на месте этих всех заводов, ну заводов нету, опустим этот вопрос, они были завязаны на Союз, а сейчас они не могут работать и так далее. Да, была промышленная зона, потом была зеленая зона, потом там была, в принципе, зеленая зона, экологическая зона, лесная зона, было ущелье. Я вот сам помню, в конце 80-х мы несколько раз в неделю ходили туда купаться, в реке. Сейчас река, она просто закрыта ресторанами. Мы хотим, что мы хотим этим сказать? У нас нет парков. Мы хотим создать нормальную среду для жителей или хотим, чтобы они жили в своих квартирах гетто и в машинах, только ездили и пешком никуда не ходили, потому что у нас на 20% улицах нет просто тротуаров. Среда, какой мы хотим, мы хотим город. Кандидат должен сказать, я вот хочу город, как Нью-Йорк. Он все время движется, не спит, люди даже не здороваются друг с другом, он просто работает, зарабатывает деньги. Или я хочу город. У нас, опять же, в принципе, есть разграничения. Нет разграничения. Есть и в центр такой, тогда где наши парки, где наши зеленые зоны, где наши большие школы. Вы строите 20-30 зданий в одном, и прямо перед моим окном строится 35 высоток. 35 высоток. 35 высоток это около 10 тысяч, 20 тысяч людей. Нужно жить там. У этих людей должны быть дети. Предполагается, что да, где они будут гулять, если на этих улицах тротуаров нет. Где они будут учиться, если ни одной новой школы в нашем районе не построили. Каждый должен сказать, что если мы даем разрешение на 10 зданий, то обязательно к этому, или вы платите мне, застройщики, я строю одну школу, один детсад, одну библиотеку, один бассейн и один парк. И вы строите ваши здания. Или вы строите сначала это, а потом вокруг этого строите свои здания. Это еще не говоря о том, как они будут обеспечивать эти здания водой. Вот. Элементарно. Второй вопрос. Да, вот у нас в офисе на прошлой неделе вообще не было воды. Почти неделю не было воды. Потому что все вот строят эту инфраструктуру, свои здания, а потом подключают это к старой советской инфраструктуре, которая уже лопается. И канализация, и все, все, все. Нормально, потому что нет градостроительной политики. Вот наши люди все время это говорят. Мы хотим Ереван такой, мы хотим Ереван. Я сам Ереван, я знаю, как я хочу видеть этот Ереван. Потому что он должен был быть городом нормальным для проживания. Нам не нужны кафе в скверах. Нам не нужны кафе в парках. Парки оперы, там, кольцевой сквер и так далее. Нам не нужно это. Нам нужны места, где могли мы просто гулять бесплатно. А нам говорят, что да, вот мы хотим Ереван, который будет, какой он будет. Нам, вот по поводу этих выборов, в принципе, там не должна была быть политическая ситуация, составляющая. Но я думаю, что очень важно не допустить монополизации власти и в Ереване тоже. Потому что Ереван это почти вся Армения. Ну, половина, больше половины Армении. В экономическом плане это почти вся Армения. Поэтому любая власть боялась прямых выборов мэра Еревана. Прямых. Сейчас их тоже нет. Мы просто выбираем Совет Старейшин, а он выбирает мэра. Потому что этот человек был бы человеком равным премьер-министру или президенту. Поэтому любая власть этого боялась. И сейчас я думаю, что любой избиратель, кто-то ереванец, нормально об этом думает, я думаю, что он должен задать себе вопрос, чтобы не допустить, чтобы и в стране, и в Ереване была одна и та же политическая сила. Даже если она самая лучшая, у нее самая лучшая программа. Потому что мэры, они... Потому что чтобы правительство контролировало мэра, а не сговаривалось с ним. Потому что если это одна политическая партия, как у нас было последние 30 лет, мы видели, что ничего хорошего из этого не выходило. А если я вот мэр Еревана, я из другой политической силы, тогда я буду сто раз думать, прежде чем делать какое-то неправильное действие. Я думаю, что это, в принципе, идеал, но хотелось бы, чтобы не было монополизации власти. Смотрите, потому что Ереван, он, к сожалению, мы сделали так, что здесь концентрируется вся экономика страны. Мы не развиваем периферию, мы развиваем только Ереван. Это плохо. Люди из деревень, из малых городов приезжают сюда, надежды найти на работу. Кто-то водит такси, кто-то моет посуду, но все равно приезжают, потому что заставляет жизнь. Это ненормально. Ну, потому что здесь, да, жизнь кипит, там нет. Да, да, но кипение это не всегда хорошо. Кипение это не всегда хорошо. Хорошо, и последнее вот это, опять из этого цикла, то мэр города должен быть хозяйственником, нежели политиком. Мэр должен быть человеком, который любит наш город. Хотя бы. Ну, политики тоже могут сказать, я люблю свой город. Сказать могут, да. Это слишком мало. Ну, да, я, смотрите, политик, да, он должен быть хозяйственником. Хозяйственником не в плане того, что он понимает в хозяйстве, а в плане того, чтобы он понимает, как это все работает. То есть это не должен быть человек с туннельным мышлением. Человек должен понимать, потому что Ереван, это несколько основных столпов. Но сейчас я не вижу ни одного кандидата с опытом управления. Ноль. Не можете мне указать никого, у которого был опыт управления. Или хотя бы знания в этой области. Но Ереван это здравоохранение, это поликлиники и все такое, первичное здравоохранение. Ереван это образование, потому что школы находятся в ведомстве, городском ведомстве. Ереван это инфраструктура, дороги, транспорт. И Ереван это жилищная сфера. Вот эти четыре сферы, человек должен понимать, как они взаимодействуют. Потому что мильтяр развивает строительство и забыть обо всем остальном. Люди закрывают поликлиники. Городские власти закрывают поликлиники. Потому что говорят, мир изменился, сейчас поликлиники это архаизм. А где люди будут получать первичные услуги здравоохранения? Где? Где дети будут ходить прививаться? Где можно бесплатно получить консультацию? Где человек будет приходить получать услуги здравоохранения, а не медицины? Это совершенно разные вещи. Медицина и здравоохранение это совершенно разные вещи. Школы. Вы довольны качеством наших школ? Оставим еще качество образования. Я не доволен. Это должно само собой развиваться. Если человек говорит, что да, нам нужно тысяча высоток на 250 тысяч человек, это предполагает 50 тысяч минимум детей, если не 100 тысяч. Где они будут учиться? У нас нет школ. У нас нет школ. Три смены учиться, это уже ненормально. Почему все стараются приводить детей в школы в центры? Потому что думают, что там качество лучше, а у них там где-то на Шенгавите. Частные школы сейчас развивают. Ну вот я, частные школы, это частная инициатива. Мы говорим о том, что должно делать городское правительство. То есть в этом плане у нас, да, много вопросов, очень-очень много вопросов, но то, как развивается сегодня Ереван, я бы не назвал это развитием. Потому что мы превращаем Ереван в город, который будет очень мало приспособлен для нормальной жизни, к сожалению. Два таких вопроса, наверное, уже к концу идет наша передача. Можете назвать какие-то шаги, может быть, я очень много прошу, но я задам вопрос, вы сами скажете, можете или нет. Какие шаги предпринимаются, которые, как вы думаете, очень реально через 10-15 лет дадут реальные какие-то результаты? Ну, вы не того спрашиваете, потому что я опять включу пессимистическую модель. Нет, я не говорю, что вы скажете, нет, ничего не делается. Вот представьте, вы сами должны что-то затеять, какую-то вот, инициатива какая-то, которая посеет что-то, которое даст всходы. Но я спрашиваю, через 10-15 лет даст всходы. Я вот поэтому и говорю, что у нас должно быть видение на 10-15-20 лет вперед, а сейчас у нас люди работают с видением на один или два года, если таковое имеется. У нас нет никакой идеологии, экономической идеологии она тоже должна быть. Идеология подразумевает видение, видение подразумевает ценности, в которые ты видишь. Любая идеология состоит из этого. Идеология подразумевает видение, видение ценностей. Какие ценности вы видите? В центре всего, что вы ставите, государственность, человека, социальные вопросы, что мы хотим строить? Ставим человека. Человека. В каком плане? Богатого человека, человека индивидуалиста, эгоиста, идеалиста или социума. Кого мы ставим? Мы не знаем, кого мы ставим в центре. То есть человек важнее государственности. Вопрос этот, это даже не экономический, но переведем это в экономическую плоскость. Смотрите, у нас элиты, у нас есть проблема с элитами. Элиты есть в любом государстве. Элиты это не писатели, академики, это просто элиты, люди, которые составляют власть. Предположим, что это наша элита. У нас очень неправильный подход. Элиты пишут законы для всех, а для себя пишут исключения. Это неправильный подход. Они должны писать законы для себя, а потом распространять это на других. Они идут снова по неправильному пути. То есть пишут законы для всех, говорят, вот это закон, а вот у нас будут исключения. У нас есть проблема с консервацией элит. Что это означает? Консервация элит это когда одна группа владеет и землей, и зданиями, и капиталами, и вот консервациями. Она всегда будет элитой. В мире работают, борются с этим высокими налогами, налогами на недвижимость, налогами на наследство и так далее. То есть в этом случае можно пробить этот стеклянный потолок. У нас ничего этого не делается. То есть у нас элиты будут законсервированы, и уже следующее поколение, второе, третье, они будут уже естественными элитами, потому что никто не будет помнить, как он в эпоху дикого капитализма грабил заводы и так далее. То есть сын придет уже благочестивый, нормальный, он такой белый, пушистый, и он будет уже нормальным собственником, и его дети и так далее. То есть элита будет законсервирована. Нам нужна новая налоговая политика. У нас очень неправильное налоговое, не администрирование, а политика. Плоская шкала подоходного налога, она не может применяться там, где нужно развитие. Это ненормально. Потому что тот, кто больше зарабатывает, должен платить по высокой ставке. У нас нет налога на наследство. Нормально, что если человек не должен платить налог на наследство, если у него только одна квартира, одна машина, один земельный участок, но если у него там 10 заводов и 100 миллионов банки, он должен платить налог на наследство. Потому что эти элиты иначе, мы просто все время будем иметь это такое неодворянство, которое все время будет там. И оно будет влиять на политические процессы. У нас не будет нормального движения социальных слоев. Это тоже очень важно. И смотрите, мы боимся реформ. Пока у нас еще ничего не реформировано. Нам нужно правительство, которое пойдет на риски реформ. Иначе оно будет просто смотреть и уповать на проведение. А вдруг повезет? А вдруг релаканты приедут? А вдруг нам что-то подфартит? А вдруг нефть найдем? И так далее. На риски реформ никто не идет. Понимаете, развитие это подразумевает слом бывших парадигм. Рост это не есть развитие. Мы в принципе, смотрите, иногда мы просто делаем рекомбинацию элементов. И говорим, смотрите, новая картинка, у нас есть развитие. Другое. Но это рекомбинация элементов, это не развитие. Мы просто переставляем что-то, говорим, смотрите, у нас вот по-другому. Но парадигма одна и та же. Парадигма одна и та же. Потому что у нас 30 лет развивается государство в одном плане. У нас все чиновники работают по-старому. Если они брали взятки вчера, не берут сегодня, это ничего не значит. Они те же самые чиновники, которые не нацелены на эффективность. Государство, оно не нацелено на повышение эффективности и оказание услуг. А государство у нас само по себе, мы сами по себе. То есть, эта рекомбинация элементов не значит развитие. А парадигму сломать очень трудно. Это должен быть очень сильный человек, чтобы это сделать. Смотрите, у нас, а что такое парадигма? Это надконституционные правила. То есть, правила, которые не написаны в Конституции. Это правила, которые нам говорят, что, ну, в принципе, большинство у нашего населения, ну, нормально, но чиновник, у него служебная машина, у него большой кабинет, у него командировки, у него там некоторые участия в бизнесе. Я говорю, это не на... Ну, чиновник, он же министр, ну, что ты, ну, статус, ну, нормально, пусть он участвует в каком-то бизнесе. Это те правила, которые нам нужно ускоренять, укоренять просто. Искоренять, укоренять, говорю, искоренять. В принципе, вот, чтобы сломать эту парадигму, только в этом случае мы можем сделать какое-то развитие. У нас есть эти отношения, говорят, у нас называется кавурсаник, но я могу сказать, что эти такие клановые, родственные отношения, которые, ну, если он мой крестник, то он должен быть устроен на работу, он должен работать, он может быть неэффективным и так далее. Это тоже нужно ломать. Но чтобы это сломать, нам нужны эти преобразования, люди, которые пойдут найти риски реформ. И самое первое, это нужно упразднить плоскую шкалу подоходного налога. Это очень важно. Все платят 20%. И учитель, который зарабатывает 120 тысяч, и человек, который зарабатывает 120 миллионов, это ненормально. Ни в одной стране, которая развита, такого нет. Ни в одной. Это есть только в странах, которые, в принципе, не знают, куда они идут. И так, на вопрос, есть ли что-то, на что можно сделать ставку, или, как я сказала, посеять, чтобы дало всходы через 10-15 лет, вы не сказали, что можно посеять, но сказали, как подготовить поле к этому посеву. Да, да, да. Что первый шаг, это подготовка поля к этому посеву. Изменить налоговую политику глобально. То есть мы еще даже к посеву не готовы. Нет, мы должны изменить налоговую политику. На что можно сделать ставку? У нас уже кончается, но у меня вопросы все-таки. Ставку для того, чтобы посеять, скажем. Опять, что через 10-15 лет у нас, чтобы... Ну, я не говорю экономическое чудо, такую формулирую. Нет, вопрос не в чуде. Нам нужно просто понять. Да, я опять обращаюсь к государству. Все время говорят, а зачем все время спрашивать государство, сами работаете, сами делаете, сами создаваете. Очень хорошо, мы всегда работали, сами создавали. Но у нас куча вопросов государству. Как оно видит нашу экономическую политику через 15 лет? Оно будет развивать корпорации-гиганты или будет либерализировать рынок до невозможности? Чтобы все делали все, что хотят, и рынок был совершенно свободен. Мы можем сказать, какое направление двух перечисленных ваших? Пока еще первое. Потому что никто не борется с монополистами-гигантами. На словах все либерализовано. Может, это удобно. Опять же, я помню первую нашу встречу. Это удобно, потому что оттуда идут большие взносы. Ну, удобно не всегда, значит, хорошо. А удобство никогда не приводит к развитию. Если я удобно сижу на диване, это никогда не буду развиваться. То есть удобство, это не всегда хорошо. Как мы развиваемся? Если будут корпорации-гиганты, это вот наши, они будут давать какую-то работу и обеспечивать социальную стабильность? Очень хорошо. Скажите мне, что это наша политика на 20 лет. Я не буду открывать здесь бизнес, потому что конкурировать с ними я не смогу. Но если у нас полная либерализация, тогда скажите, я буду знать, что вот правительство мне обещало 20 лет полная либерализация, справедливая налоговая политика, борьба с монополиями и прогрессивная шкала подоходного налога. Тогда я буду знать, что у меня есть шанс открыть бизнес и расти. Не просто бизнес, который будет меня просто содержать, мою семью. Открыть бизнес и расти. Какая у нас будет? Дайте нам знать. Дайте нам знак. Скажите, вот у нас будет вот так. Я вам обещаю, я министр, я премьер-министр, я по телевизору говорю, что я вам четко обещаю. Я вопрос по-другому поставлю. Может быть, он мне это не заявляет, может, он это не говорит, но это он уже делает. Нет, он это не делает. Что он делает? Вот интересно, что он делает? Мы все время говорили об этом. Экономической внятной политики нет. Заработать денег и потратить, и повысить благосостояние и потребление, это не есть экономическая политика. Экономическая политика это то, что будет, и на что мы можем основываться. Я как наемный работник, я как владелец бизнеса, я как инвестор. А мы говорили о слагаемых этой экономической политике. Защита собственности, во-первых, очень важна. Верховенство закона, хотя бы в экономических вопросах. И очень важна либерализация. Хотя бы подотчетность монополия, а не хотя бы борьба с ними, если не можете бороться, хотя бы сделать их подотчетными. Вот эти некоторые слагаемые. Хотя бы что-то сделать, я вот поверю, что вот что-то делается. Но пока я этого, к сожалению, не вижу. Я очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу, потому что даже если вы говорите, что этого я не вижу, этого нет, то вы перечислили очень много. То есть вы проконсультировали, дали очень много интересных, как сказать, направлений, в направлении которых... Элементов, можно сказать. Если говорят, что ничего нельзя сделать, я говорю, а вот это можно сделать очень просто и очень дешево. Теперь остается вопрос, при желании могут применить и получить результат. А последний вопрос, а есть ли такое желание? Может, нет профессионализма, но есть желание что-то сделать. Желание, чтобы все было хорошо. Например, послушают и скажут, ага, вот, из пяти перечисленных или предложенных вами мер, они одну или две возьмут на вооружение. Кроме желания должна быть еще и воля, и способность пойти на риск. Вот только это сейчас давайте посмотрим. Мы видим волю, желание... Не видим волю. То есть, наоборот, желание, волю... Чтобы сделать это, нужна очень сильная воля пойти на этот риск и преодолеть очень много трудностей. Потому что, если ввести налог на наследство, это очень сильный шаг. Это очень ломка парадигмы той, о которой я говорил. Нужно ломать парадигмы над конституционные правила. Что то, что я заработал, это мое нововеки веков. Это нужно ломать. У кого есть воля, чтобы это сломать? Я не знаю. То есть, если я могу так сформулировать, что экономически, даже экономически есть страхи, в экономическом развитии у правительства есть больше страхов, чем больше волевых решений. Предположим, что у них есть знания. Не уверен, но предположим. Предположим, что у них есть все эти знания, видения есть. Но вот нужно это сделать. Я не уверен, что у них было, если даже предположить, что для меня невероятно, что есть и знания, и желания, и видения. Остается только воля это сделать, пойти на этот риск. Очень непопулярный. Но если человек хочет что-то сделать, он должен пойти на непопулярные меры. Сделают они или нет, я не знаю. То есть, не уверен. То есть, уверен, что они сделают. Ладно. Скажем честно. А я пожелаю, чтобы у них эта воля, эта смелость была. Ради бога. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Сегодня мы беседовали с Левоном Халатяном, старшим партнером консалтинговой компании. С вами всегда очень интересно беседовать. Хотя вы, да, говорите, что я вот пессимист, я все вижу в пессимистическом ключе. Но вы действительно даете очень-очень много интересных предложений. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Беседовала Гаяна Ракелян. Всех благ.